Вкус жизни Монголия Через несколько минут после того, как гасили свет, мы скопом валились в пропасть тепла и полуторачасового счастья свободы. Хлеб, а точнее даже оставшийся ломтик в столовой нельзя было брать со стола, но мы брали, кто успевал. Кого ловили, ночью засовывали в рот портянку из сапога глубоко и надолго. И потому я решился на это только однажды. Коричневый пористый кусочек просто чудом остался с краю стола и оказался сильнее страха быть наказанным. На сорокоградусном морозе, даже в кармане, он был как живой, но быстро замерзал и крошился. И я никогда в жизни больше не ел такого вкусного хлеба, как тот монгольский, в столице этой страны Улан-Батори, который я так и не видел, увезенный затем в глубинку бесконечной промерзлой и безлюдной степи. Вместе с другими, такими же, чьих девчонок, оставшиеся на гражданке, словно в издевку нам, за десять тысяч километров отсюда провожали и уговаривали, и зажигали свечи, и накидывали плед, и подливали им дуром вино. И мы это чувствовали, подставляя свои замерзшие задницы под солярные костры, с ломами, лопатами и кирками в руках, вместо цветов и подарков. В полном окоченелом безлюдье, на триста километров в округе, мы жались друг к другу, сбиваясь воедино, но знали, что мы вернемся, уже к другим, и сами другие. Отдавшие долги непонятно кому, но понятно за что, за то, что мы есть. А те, кто посылал нас туда, научили только одному — посылать их обратно, всю жизнь, по крошкам, как горько-сладкий, с неповторимым вкусом, отогретый в кармане ломтик того монгольского хлеба, что медленно-медленно вкушая.